Эксперт поддержала проект закона о запрете хостелов в жилых домах. Закон о запрете хостелов в жилых домах в целом позитивно повлияет на рынок, полагает генеральный директор гостиничной консалтинговой компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенькова. Так она прокомментировала решение Госдумы 5 марта одобрить во втором чтении соответствующий законопроект. В первом чтении документ одобрили в мае 2016 года. После футбола, что будет с хостелами без иностранных болельщиков. В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов имени гостиниц. Гости хостелов выиграют. В гостиничных объектах, расположенных в жилых помещениях, как правило, не соблюдались пожарные нормы и санпин, санитарные правила и нормы. Ред. Так, инвесторам было дешевле создавать объекты размещения, но при поиске отелей в системах бронирования гость не имел возможности выбрать объект, который гарантирует ему безопасность в широком смысле, сказала Лысенькова. По ее словам, от принятия законопроекта гости только выиграют, потому что смогут быть уверены, что жилье соответствует всем нормам. Масштабы перемен. По разным оценкам, от 40 до 60% рынка мини-отелей и хостелов работает в объектах жилого фонда, напомнила Лысенькова. Она выразила уверенность, что почти половина из них успешно перейдут в статус нежилых. В первую очередь это будут объекты, которые давно работают или находятся на первых этажах жилых зданий. Долю объектов, которые будут закрыты и переедут в другие пространства или пройдут редевелопмент, гендиректор консалтинговой компании оценила в 20-25%. Результат собственники хостелов изначально шли на риски, создавая гостиничные проекты в жилом фонде, отметила гендиректор консалтинговой компании. Потому что хотя такой тип использования не был запрещен, но и разрешен тоже не был. Прописка для хостелов, Кабмин против их полного запрета в жилых домах. Оптимальный вариант установить к таким объектам дополнительные требования, полагают в правительстве. Таким образом, бизнес перейдет полностью в легальную зону. До начала следующего года ательеры будут вынуждены или перевести статус используемых помещений в нежилые, соблюдая законодательные требования к таким зданиям, или закрыть объекты, подчеркнула эксперт. Лысенкова добавила, что такое решение ограничивает развитие малого бизнеса, сокращает возможность идей по развитию недвижимости, например, в столицах, в центрах городов, где создание из квартир, этажей и хостелов единственное решение. В такой ситуации перевод и легализация будут процедурами, которые нужно пройти владельцам объектов. Но это не только увеличит их расходы в моменте, но и повлечет за собой корректировку уровня расходов на налоги и коммунальные расходы, так как они будут рассчитываться по иным ставкам, заключила и генеральный директор гостиничной консалтинговой компании. В начале февраля из хостела на юго-востоке Москвы госпитализировали 25 человек с симптомами кори. В отношении руководителей заведения, в котором проживали строительные рабочие, составлен протокол об административном правонарушении. Эпидемиологическое расследование продолжится по месту размещения стройплощадок.